Глава региона Олег Ковалев порекомендовал членам рабочей группы обсудить достигнутые результаты с самыми широкими слоями общественности, задействовав различные форматы площадки. Также в соответствии с губернаторским поручением должны быть проверены на предмет законности все стройплощадки и переводы земель сельхозназначения под жилую застройку, начиная с нулевых годов. Кроме того, Олег Ковалев напомнил о том, что по решению суда должен быть снесен дом, построенный в охранной зоне. До 1 июля это дело должен обеспечить собственник, но если уж это сделано не будет, то, подчеркнул губернатор, необходимо принять самые радикальные меры. Ваше мнение, как думаете, кто вот этот ажиотаж нездоровый вокруг Константинской темы нагнетает? Кому это может быть? Ну, вы понимаете, когда тема такая же отрепещущая, на ней хотят люди, может быть, заработать политический капитал какой-то, может быть, где-то себя как-то позиционировать, так? Второе, может, кому-то я не нравлюсь, может быть, потому что все же связывается с решениями губернатора, как будто губернатор как бы застраивает там и так далее, значит, мы приблизительно знаем, что это за люди, которые стоят за спиной этих, и знаем, какие цели они преследуют, значит, ну, надо будет, когда придет время, мы расскажем о них. Тут рязанцам-горожанам к месту было бы припомнить обещанные судебными приставами не менее радикальные меры по отношению к малопривлекательной незаконной постройке в самом центре столицы области. Речь идет о злополучном строении по адресу Ленина, 22. Существует решение суда о сносе, есть обещание приставов решить вопрос до начала мая. Так, видимо, получается, что ломать у нас не менее трудно, чем строить. Стоит напомнить, что приговоренное здание прямо-таки льнет незаконным плечом к бывшему поземельному банку образца второй половины позапрошлого века, а это объект культурного наследия областного значения, вот как. А стоит означенный незаконно рожденный уродицы до сей поры, являя собой укор всему нашему законодательству. Придется журналистам и общественным активистам вновь писать запрос, выясняя, когда же у нас начнут закон это уважать. Тут правильно сказал начальник региона, не обойтись без радикальных мер. Продолжение следует...